Девушки отдыхают 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 И вот результат. После пятимесячного замедления экономика Беларуси прирастать с августа 2022-го, наша республика вышла на траекторию восстановительного роста. И это только начало. Мы в этом году можем получить только от продажи продовольствия 8 миллиардов долларов. Я когда говорю президентам равновеликих государств, что мы от продовольствия получим 8 миллиардов, которые нефтью торгуют, природным газом, они в это не верят. Вот момент, тяжелый момент, но время возможностей. Крестьяне, переработчики наши этим воспользовались точно так, как вы. Мы говорим, что зерно в нынешних условиях это новое мировое золото. А то, что производит наша корпорация БНБК, без преувеличения настоящие ограненные бриллианты. Как говорится, нет плохой земли, есть плохие хозяева. Беларусь, хоть и небольшой по территориальным меркам государства, но земля с настоящими хозяевами. Где в трудную минуту не оставят один на один с проблемой, а окажут содействие в ее решении, потому что дом общий, а значит и возникающие вопросы тоже. Искать пути выхода, в том числе и санкционного лабиринта в Беларуси, принято толокой. Традиции у нас такие. И во многом в сегодняшней мировой раздробленности это нас спасает. Не только в контексте страны, в целом в глобальном прочтении. Нафтан по-прежнему занимает лидирующие позиции. Несмотря на то, что пришлось в этом году перестраиваться со сбытом фактически на марше, с учетом ухода с отдельных западных рынков, рынка Украины. Да, определенные трудности были. Государство оказало значительную поддержку Нафтану на данном этапе. И сегодня директор предприятия доложил о перспективах развития в целом предприятия, о том повышении эффективности производства, в целом об обстановке на предприятии, стабильно работающее производство, достаточно высокая заработная плата, в целом выше, чем по промышленности у нас в стране. Я вам скажу, что вот, бывая на таких гигантах, видишь, насколько люди заряжены на действия, работают, производят, думают, развиваются. Ну и это вселяет уверенность в том, что благодаря таким вот предприятиям будет расти и поступление в бюджет, будут реализовываться социальные программы, то, о чем сегодня тоже говорилось на конкретных примерах. И будет обеспечиваться в целом и национальная безопасность, и обороноспособность нашей страны на должном уровне. На должном уровне марка нашей республики, отличающая Беларусь сегодня от 197 стран мира, плюс ко всему с брендированной приставкой «социальная». И в этом тоже заслуга президента. Ориентир – люди, их благополучие, благосостояние и комфорт. Именно поэтому ежегодно страна прирастает новыми социально значимыми объектами. В преддверии Великого октября количество таковых и видится особенно Минск, Могилевская область, Гомель, Брестская область, Гродно, Витебщина. Каждый уголок Беларуси преображается, что особенно ценно в сегодняшнее время на фоне тех же украинских событий. Роль октября советского периода в создании белорусского государства тоже очень весома. И все-таки фундамент нашего государства, наверное, закладывался в те времена. И мы должны об этом помнить. По-разному все распорядились этим разные страны. Но благодаря, я считаю, мудрой, взвешенной и твердой политике, которая проводилась в Республике Беларусь с 1994 года, мы сторону сохранили. Мы сохранили все то, что было до этого создано. Модернизировали наши крупнейшие гиганты, такие как БелАЗ, тракторный завод, МАЗ, два нефтеперерабатывающихся завода, Калийный комбинат – это мощь индустриальной Республики Беларусь. Поэтому нам есть о чем сегодня поговорить и есть чем гордиться. И, конечно, то, что мы сегодня открыли мост, то правильно было сказано, что это мост направлен на развитие этого региона, мост на мирное строительство Республики Беларусь. Ну и важно то, что сегодня, несмотря на такое непростое, будем говорить, время в политическом плане, потрясения, которые сегодня в мире приходят и политические, экономические, социальные, мы все-таки ведем строительство, страна развивается, страна хорошеет. И вот этот объект очень важен для этого региона, потому что он имеет стратегическое значение для Республики Беларусь. Это очень такой важный элемент транспортной структуры нашей страны. Или на фоне мировых потрясений в целом. Чтобы оценить, что имеем сегодня, достаточно посмотреть, что теряют, чего лишаются, в чем вынуждены ужиматься простые люди из-за непродуманных решений собственных политиков. В Великобритании удвоилось количество людей, находящихся на грани нищеты. За последние 9 месяцев количество британских домокозяйств с небольшим дискреционным доходом, остатком свободных денег после уплаты налогов и удовлетворения основных жизненных потребностей возросло. С 20 до 40 процентов соответственно, а чтобы закрыть дыру в размере 50 миллиардов фунтов, образовавшуюся в бюджете Соединенного Королевства, премьер Сунок намерен увеличить налоги. Инфляция в Польше бьет рекорд 25-летней давности. В октябре она достигла почти 18%. Украинская экономика из-за воздушных тревог, которые продолжаются в рабочий день, в сутки терпят убытки около 7,5 миллиардов гривен или 200 миллионов американских долларов. К слову, за океаном тоже не все гладко с экономической составляющей. Высокая инфляция не миновала и американцев. И более 60% последних ответственность за ее рост возлагают на президента Байдена. Все это звенья одной цепи достижения геополитических целей США, где Америка не стесняется жертвовать своими союзниками и собственным народом в том числе. Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явью. И сегодня очевидно, что все происходящие в мире события всего-навсего борьба бывшего гегемона с новым центром силы Китаем. Ведь для чего тогда еще США и Евросоюз обсуждают возможность ввода экспортных ограничений в отношении Поднебесной? Ответ на этот нериторический вопрос прекрасно знает белорусский лидер о сегодняшних тенденциях. Александр Лукашенко говорил задолго до мировой раздробленности. Только тогда прислушиваться и замечать очевидное хотели немногие, если не единицы. Беларусь же шла своим путем, не оглядываясь вокруг, ориентируясь на президентский опыт и внутреннее ощущение президента, которое, к слову, еще ни разу не подводило главу государства. Вот это важно для наших людей. Я это пережил больше, чем кто-либо. Ты, наверное, почувствовал, как опытный человек. В 2020 году вот эти протесты, хождения, мятеж и просто... В основе лежит ковид. Ведь люди многие тогда не понимали то, что им предлагало. А, весь мир идет таким образом, вот один он, а все же подогревали, что специально, чтобы меньше населения было, хочет угробить белорусов и так. Я к чему это говорю? Сейчас уже абсолютно понятно не только мне и тебе, но и людям, что это в основном... В основном, я всегда тогда вопрос ставил, это искусственно созданная ситуация с пандемией или же это естественно? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственные. К чему это было? Чтобы опустить весь мир и, прежде всего, Китай, опустить экономику, развалить государство. Ну а кто бы поднялся на этом? Кто-то деньги печатает. И они напечатали немало денег. И сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом. Вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали и прочее. Но главное, таких как нас и таких большинство подавляющих в мире экономик, они должны были рухнуть. И они сегодня валятся, они разваливаются. И последствия еще и Россия ощущает, и еще больше ощутит. Да, они остановили свое производство. Поэтому сегодня, к дню Октябрьской революции, у нас десятки-десятки новостроек. Вот это одна из них. Открываем это последствия того, что мы тогда не закрылись. И мы не просто не закрылись. Даже в ковидное время Беларусь вместе с партнерами продолжала укреплять свою экономику. А соответственно и свой суверенитет включительно. Ведь государственная собственность на территории страны – это про независимость. Новополоский нафтан – это независимость Беларуси. Гродный азот – это независимость Беларуси. БНБК – это тоже независимость Беларуси. И чем больше таких объектов, тем сильнее и устойчивее белорусский суверенитет. И самостоятельность государства во всех ее проявлениях. С приходом зимы, к слову, эта самая самостоятельность у наших соседей быстро улетучивается. Чего ожидать дальше непонятно. Но очевидно, европейцам будет нелегко. Начало ноября страны Союза уже начали тратить газ из своих запасов. К отбору топлива из подземных кранилищ приступили пять крупных европейских рынков – германский, французский, итальянский, польский и нидерландский. В Варшаве проходит акция протеста против импорта угля и высоких цен на него. А США, по мнению американского эксперта Спенсера, могут повторить судьбу Европы из-за энергетической политики Джи Байдена. В течение последующих 18 лет она приведет к снижению ВВП страны порядка чем на 8 триллионов долларов США. И в продолжении темы свободы государства во всех ее проявлениях и установившихся двойных стандартов. То, что атомные электростанции – это в том числе про независимость, страны ЕС прекрасно понимали. Всегда. Только Беларуси в силу необъяснимых причин строить таковую запрещали. Поднимали народ, раздувая атомный вопрос. А сегодня Польша, кричавшая не меньше остальных, планирует строить три атомные электростанции. Постройка первой обойдется польским властям в 20 миллиардов долларов. Помните, альтернативщики предлагали нашу атомную станцию закрыть. Играли на поле и в пользу Запада. Я подвожу вас к той мысли, вы, наверное, некоторые в СССР уже следили. Сколько атомных станций планирует построить Польша? Так чего же нас заставляли закрыть эту станцию? Ну теперь вы поняли, что атомная станция – это подарок для Беларуси. Это спасение, потому что электричество сегодня на Западе экономят как только могут. Атомная станция – это дешевая электроэнергия. Мы сейчас уже не только транспорт перестраиваем на электричество. Мы сегодня строим жилые дома, где все будет на электричестве. Без электричества не может быть экономики. А поведись мы тогда на эти призывы, вы знаете, где бы мы сегодня были. А взвешенные, вдумчивые и выверенные решения – то, что всегда отличало Александра Лукашенко от политических лидеров мира. А еще умение отстаивать белорусскую позицию, даже если она радикально отличается от остальных точек зрения. И вступаться тогда, и говорить об этом откровенно во всеуслышание, даже если это не белорусские интересы. Замятьте не навязывать свою позицию, а именно вступаться. К сожалению, сегодня эти нетождественные понятия в политике подменяют одно одним. Что из этого получается, мы с вами прекрасно знаем. Еще один важный момент. Подобного рода политическую помощь и оправдумчивые и выверенные решения Беларусь оказывает только тогда, когда президента об этом просят. То есть сами советами мы никогда в чужой дом не лезем. А это про политическую толерантность. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Ну зачем? Ну понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься. Я уже как бывалый человек в политике, я это прошел. Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились, мириться. Надо замириться. И не надо придумывать там. Ну вот бывал же ты там где-то в горах, как мне рассказывали. Делят эту границу. Ну слушай, какие горы? Ну договоритесь. Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим Нагорным Карабахом решили. Но пока Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен, 10 лишних лет тому назад. Поэтому я так и жестко реагирую на это. Но конфликт этот надо заканчивать. Что собственно сегодня и пытаются делать Азербайджан и Армения при посредничестве России. Совместное заявление по Карабаху согласовали. Пусть не в первостепенной выкладке. И все же это уже говорит о многом. В первую очередь о том, что тот, кто заинтересован в мире, будет искать пути выхода. У кого элементарно другие интересы в конфликте, круглого стола переговоров будет всячески избегать. Уважаемые коллеги, мы сегодня провели три сессии переговоров. Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, наверное, даже чуть больше часов разговаривали втроем. По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создаёт условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом. Причём в целом, а когда я говорю «в целом», имею в виду и текущие события, недавнего прошлого, и события, которые произошли два года назад. Всё-таки нам удалось тогда договориться по принципиальным вопросам, и сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран, когда я говорю «наших всех стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и всех стран региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории. Россия со своей стороны будет делать всё для того, чтобы окончательно и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто. Если существует хоть малейшая надежда, хоть один процент вероятности успеха, дверь переговоров не должна быть заперта. Это цитата главы МИД Китая Ваны относительно Украины. Президент России Владимир Путин после трёхсторонних переговоров в Сочи во время беседы с журналистами также прокомментировал украинский вопрос. Позиция Российской Федерации, по словам Путина, остаётся неизменной и сомнениям не подлежит. Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Но как бы совершенно и заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию, не всегда целесообразно. Для того, чтобы добиться своих национальных целей. Иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют запросными. И потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны. Но для того, чтобы добиваться договорённости, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли, потом всё выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чём-то говорить. Ну, как можем сейчас обсуждать возможные договорённости, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождём, может быть созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна. То, что страны Запада и западные лидеры на сегодняшний день фактически запретили представителям киевского режима вести какие-либо переговоры. Мы же видели то, что происходило, как только опять начались эти военные действия. Беларусь предложила себя в качестве переговорной площадки. Были организованы на юге Беларуси переговоры. И, как рассказывают сегодня очевидцы с российской стороны и, собственно, некоторые из белорусских участников этих событий, что, в принципе, украинские переговорщики, те, которые оказались здесь, на территории Беларуси, были готовы к заключению каких-то соглашений. Но после того, как они уехали, началась вот та загадочная игра, то есть уже дальше переговоры не пошли. Во-первых, было несколько самих переговорщиков кто-то убит, отстранены от ведения дел и в конечном итоге отказались от участия на территории Беларуси в этой площадке переговорной. Попытались решать вопросы на территории Турции, но тут, как говорится, от места сидения ничего не изменилось. То есть даже те предварительные договоренности, которые были мельком достигнуты в Турции, чуть-чуть промелькнул вопрос о том, что да, мы можем приостановить военные действия. Но все это в конечном итоге закончилось ничем. Потому что конфликт на Украине выгоден и нужен. Никто его заканчивать с западной стороны не собирается, по крайней мере, пока. Потому что в настоящий момент этот конфликт, во-первых, дает возможность и Соединенным Штатам, и странам Западной Европы, точнее не всем странам, не населению этих стран, а в первую очередь политическим элитам, дает возможность решать свои вопросы, в том числе и внутренние. В Америке этот конфликт, это, с одной стороны, и попытка показать всему миру, как мы наказываем неугодных тех, кто пытается выйти из-под американской гегемонии. И Россия в данном случае должна выглядеть в качестве мальчика для битья. Ударив сильно по воде, ушибаешься сам. В 2022 году Украину официально покинули более 9 миллионов граждан. Польский МИД с наступлением холодов ожидает новую волну беженцев из Украины. К слову, с первых дней специальной военной операции Беларусь – одна из стран, кто принимал и помогал всем украинцам, обращавшимся к белорусской стороне за помощью. И продолжает делать это до сих пор, потому что наши славянские народы во все времена были братскими, едиными и непоколебимыми. Сегодня это единство подорвали. Буду счастлив, если с моей родной Украины, мои же тоже где-то там корни залиты, люди не будут так бежать, как сейчас. Месяц назад 400-500 человек в сутки с Украины к нам приходило людей. Я рассказывал как-то. Кого-то надо покормить с детишками, кто на велосипедах, кто на чем, с детками. Изможденные, грязные. Кого-то отмыть, кого-то помыть, кого-то накормить, кого-то подлечить и таблетки с собой какие-то дать, укол сделать, а кого-то забрать в больницу, вылечить. Наши люди, куда ты этого денешься? И на меня еще пытаются там власти накатывать, что я чуть ли не воюю в Украине. Да я лечу сегодня украинцев, наши врачи и россиян. Мы спасали людей и спасаем. Мы никого не убиваем, а нас там убивали. Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией. Поэтому, это что касается Украины, об этом много сказано. Еще раз говорю, у меня нет абсолютно никакого желания отправлять туда своих военных, если они не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, будем вас на руках носить. Все, вы родные для нас, но с оружием в руках мало не покажется. Самая главная моя мечта, как у нас белорусы заужды казали, каб не было войны. Я хочу, чтобы мы спокойно жили. Я часто говорю об этом, давайте будем работать, спокойно жить. Но вы, когда у вас интерес, а что делать, как я уже вам сказал, тоже по-народному. Пожалуйста, занимайтесь своим делом. Бухгалтер, экономист, бухгалтерист, читайте, рабочий, оператор, крутите, вертите, нажимайте на кнопки компьютера там и так далее и тому подобное. А я буду заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Ни в коем случае не допускайте даже малейшей какой-то расхлябанности, недисциплинированности, что приведет непременно к дестабилизации обстановки. А этим сразу же воспользуются наши соперники. Только от нас это все зависит. Поэтому живите спокойно, не переживайте, все у нас образуется. Все, чего нет, мы купим, как я говорю. Лично мне добавить к словам президента нечего. Все предельно прозрачно, ясно и доходчиво. Хочется лишь одного, чтобы каждый белорус, и не белорус в том числе, осмыслил происходящее сегодня событие. Оглянулся назад, посмотрел в день сегодняшний, хоть немного заглянул в будущее. Этого будет достаточно, чтобы сделать нужные выводы. На сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили нашей программы, можно просмотреть в социальных сетях и на ютуб-канале телеканала «Звезда». Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Павел Яковлевич Головачев. Уроженец Будокошелевского района Гомельской области. Совершил 457 боевых вылетов. Участвовал в 125 воздушных боях. Сбил 31 самолет противника. Свою последнюю победу одержал 25 апреля 1945 года в небе Берлина. В деревне Кошелево в честь героя установлен бронзовый бюст. В Гомеле его именем названы улица, школа, училище, а также создан музей. Степан Федорович Шутов родился в деревне Дворец Глузского района Могилевской области. Командир 20-й гвардейской танковой бригады. Во время киевской наступательной операции его бойцы одними из первых ворвались в Киев. Офицер участвовал в Корсунь, Шевченковской и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. В Яско-Кишиневской операции бригада Шутова с боями прошла свыше 200 километров, освободив города Бырлат, Текуч, Фокшани, Рымник, Плоешти. Бронзовый бюст Степана Шутова установлен в поселке городского типа Глузк Могилевской области. Именем героя-танкиста названы улицы в Глузке, Бобруйске и Осиповиче, а также школа в Глузском районе. Субтитры создавал DimaTorzok